Подобные дорожные библиотеки уже существуют в Таллинском аэропорту, а также на Таллинском автобусном вокзале. Теперь и Таллинский порт присоединился к этой инициативе в рамках года библиотеки. И теперь все пришедшие сюда пассажиры могут подойти, выбрать любую на и вкус книгу, почитать, может быть, взять с собой или оставить здесь на месте, а может быть, даже и принести с собой свои какие-либо книги. В общей сложности в Эстонии насчитывается более 800 различных библиотек. Учитывая, что территория нашей страны не очень большая, то такое количество данных учреждений наталкивает на мысль, что нас можно считать довольно-таки читающей страной. Нынешний год в Эстонии считается годом библиотек, в рамках которого по всей стране проходят различные мероприятия, связанные с популяризацией чтения. И открытие еще одной, пусть даже небольшой библиотеки в Таллинском порту, как раз и является одним из шагов в достижении данной цели. Я, например, живу в районе Каламая, и у нас в этой части города установлена открытая библиотека, которая находится на свежем воздухе и где люди могут взять, почитать книгу или, наоборот, принести какую-то свою. И мне очень приятно, что в нынешнем году особенно тщательно продумываются места, где таких открытых библиотек могло бы быть больше. Расположение портовой библиотеки было продумано таким образом, чтобы у пассажиров, заходящих в А-терминал, сразу бы падал взгляд именно на полки с книгами. Наша идея, что все было очень легко и очень в хорошем месте, что все-таки терминал или Таллинский порт – это место, где пассажиры наши получают свое первое впечатление, когда они придут сюда и когда они уйдут отсюда. Это последнее впечатление в своих рейсах, и мы хотели, чтобы они себя очень хорошо чувствовали. Это очень хорошая мысль, что люди могут как взять отсюда книгу, так и принести свою. Таким образом, выбор книг в библиотеке всегда будет разнообразным и интересным. Ну а познакомиться с мероприятиями в рамках года библиотеки можно на интернет-странице, адрес которой вы сейчас видите на экране. Хочется надеяться, что в наш век цифровых технологий, большого количества поступающей информации, мы все же сможем передать подрастающему поколению любовь к чтению и книге особенно. Ведь, как говорил писатель Генрих Манн, дом без книг, как комната без окон. Сергей Овченков, Петер Юлевайн, Новости Таллина. Сергей Овченков, Петер Юлевайн, Новости Таллина.